Здравствуйте! В эфире канал АПС. Наступает время открытого и прямого разговора. Это программа в центре внимания. Сегодня объединим понятие труд, молодежь и лето. Дело в том, что в Архангельской области стартовал третий трудовой семестр молодежных трудовых отрядов Поморья. О созидательных буднях и поговорим вместе с командиром штаба студенческих отрядов САФУ Виталием Хозяиновым. Добрый вечер. Добрый вечер. Правильно ли говорить трудовые отряды и подразумевать только студентов САФУ? Нет, это будет совершенно неверно. Если даже касаться и Архангельской области, то у нас и студенты колледжей, и иногда даже вообще не студенты. То есть просто молодежь, незадействованная нигде, участвует в студенческих отрядах и выезжает на различные объекты. Что влечет ребят? Только ли желание заработать? Нет, желания ребят абсолютно различные. Если взять, например, педагогические отряды, то просто любят ребята заниматься с детьми, любят детей и едут по собственному желанию, они особо не зарабатывают на самом деле. То есть теперь трудовые отряды — это не только отряды строительные? Ваша специфика, она более широкой стала? Да, специфика очень стала широкой. Затрагиваются очень многие сферы жизнедеятельности человека. Тут какие, например? Да, это по традиции студенческие строительные отряды, педагогические отряды, отряды проводников. Есть также сельхозотряд, медицинский отряд, поисковый отряд, занимающийся раскопками погибших. А вот сельскохозяйственный отряд, если он чем занимается? Да, сельскохозяйственный отряд у нас в области не так давно, в том году только его создали. И в том году он выезжал у нас в город Сочи, собирал чай. А вообще сколько лет студотрядовскому строит отрядовскому движению в университете? Сейчас в университете самый старый отряд насчитывает своей историей 12 лет. Это у нас педагогический отряд, очень мощный. До этого тоже были отряды, и история с 60-х годов, конечно, начинается. Но мы говорим о новом битке, да? Да, данных отрядов уже и не существует, и поэтому так немножко о них и подзабыли. А вот эти традиции отрядов, может быть, не 60-х годов, да? Может быть, чуть более позднего времени, они сохранены в САФУ? Да, мы самое главное, что сохранили, это важнейшую традицию, это наши бойцовки, в которых мы все ходим, красуемся, радуемся, показываемся людям. Главное, в них работает. Нет, это да. То есть это такая парадная форма? Да, бойцовка сейчас считается чисто парадной одеждой. Вот на такие официальные мероприятия одевается, ну и на все торжественные мероприятия, связанные со студенческими отрядами. В предыдущие, как бы в бывые времена, да, было, что и работали в бойцовках, в целинках, кто их как называет, но сейчас это парадная одежда. Как наше движение, стройотрядовское, студотрядовское, выглядит на фоне, может быть, северо-западного округа, на фоне России? Мы представляем из себя серьезную, мощную силу? Да, мы, безусловно, очень мощное движение. Если судите, северо-западе, то даже зональный штаб северо-западного федерального округа, он у нас находится в Архангельске. И на российском уровне нас тоже знают, любят и уважают. И это нам помогает пробиваться и на всероссийские стройки, и определенные квоты на слетах, да, и, соответственно, объекты хорошие выбиваем. Говоря о всероссийских стройках, я знаю, что в этом году наши ребята участвуют во всех масштабных проектах, которые курируются нашей федерацией. Да, в этом году студенческие строительные отряды, да, они участвуют во всех всероссийских проектах. Это и всем уже полюбившиеся стройки ВСС Поморья, которые проходят в нашей родной области, в городе Мирный. Это и ВСС Академический, это город Екатеринбург. Вот, в этом году также мы отправляемся на две новые стройки. Это будет у нас ВСС Восточный, космодром Восточный, в Амурской области, в город Углегорск. И также в этом году впервые поедем на всероссийскую студенческую стройку Мирный Атом. Это у нас город Азерск, Челябинская область. А какой квалификацией должны обладать ребята, чтобы попасть в отряды? Или вы берете всех, что называется, с нуля? Да, мы берем всех, никому стараемся не отказывать, потому что ребята нужны абсолютно разные. И кто-то даже и обладает какими-то квалификациями уже до студенческих отрядов. Но также в процессе, ну в межсезонье у нас проходят и подготовительные различные курсы, обучение различным специальностям. И, соответственно, те, кто обучились или те, кто умели, знали что-то, имели какую-то квалификацию, они уже и потом на объектах, на стройках могут как-то себя лучше проявлять. И особенно у нас обучение мощное проходит у педагогических отрядов и у отрядов проводников. То есть вот именно в межсезонье проходят различные курсы, да? То есть вот как у вас работа выстроена, кроме летнего периода? Да, межсезонье это такая основная, основной сезон, ну как, основное время, да, когда отряды готовятся именно к летним трудовым семестрам. Вот, то есть если мы будем смотреть отряды проводников, то это федеральная пассажирская компания, она уже где-то с февраля месяца начинает такое серьезное обучение. То есть ребята проходят и медкомиссию их специализированную, отбираются и сдают экзамен потом по своим, ну, профессиональным методам. То есть они получают реально действующую квалификацию или... Да, вот что касается отрядов проводников, очень у нас интересно. Ребята получают квалификацию, да, проводник пассажирского вагона. Вот, и, то есть потрудившись в туническом отряде, они могут беспроблемно потом устроиться в ту же федеральную пассажирскую компанию в качестве проводника и там уже продолжить свою карьеру. То есть в этом году такой отряд у нас тоже будет, я слышал уже, да? Да-да-да, в этом году даже у нас, я скажу, у нас в области два будет уже отряда проводников. То есть это традиционно действующий областной студенческий отряд, это «Северная звезда». Вот, и на базе «САФУ» в этом году мы тоже создали небольшой стюнический отряд проводников. Он будет трудиться у нас на Хангельском вагонном участке. Вот, это «СОП-ласточка». Ребята тоже уже рвутся в бой, готовятся. Что они сами говорят, отработав проводником, это тяжелый труд? Все отзываются, конечно, абсолютно по-разному, просто... То есть, наверное, кто-то в плацкарт попал, а кто-то в кухом вагоне, нет? Даже так, не знаю, больше не от этого зависит. То есть, различные пассажиры бывают, и ситуации нештатные какие-то, да? То есть, у кого-то лето прошло хорошо, ничего не было, все там спокойненько. Возили там, не знаю, может, пенсионеров с ними, проблем особо не бывает, да? А кому-то, может, все лето пришлось возить детей на юга, вот, и с ними, естественно, очень тяжело. То есть, ребята работают по всей стране, да? Да, ну, как бы вся страна задевается, но основные направления – это вот южные у нас идут и московское направление. А вообще вот география уже понятна, да? Да, фронт работы тоже достаточно обширен. Девчонки к вам идут? И на какие должности, может быть, на какие профессии вы их берете, на какие специальности? Да, девчонки к нам очень активно даже идут. Единственная проблема, что не всегда на них находятся рабочие места, да? Потому что работодателю больше нужна такая мужская физическая такая грубая сила, вот. Но все равно девчонок пристраиваем это, и если где-то на строительных объектах там работа за документацией, либо, может быть, что-нибудь помощник мастера, то есть ходить, наблюдать, там какие-то показания снимать. Вот. В педагогических отрядах девчонок очень много. Ну, это такое даже, им больше это нравится, да, порой. Вот. Поисковый отряд нужно особо отметить. Тут у нас девчонка, ну, как девчонка, девушка. Она у нас командир поискового отряда, вот. И очень такой активный деятель поискового движения вообще в Ахангельской области. Ну, я думаю, стоит назвать имя и фамилию. Да, это у нас Крылова Валентина, вот. Она уже в этом году выпускается из университета. Тем не менее, мы очень любим. Но она сейчас поехала работать, да? Нет, они выйдут немножко попозже. У нее с 18 июля начинается экспедиция. А первый отряд он уже отправился? Да, первый отряд он уже отправился. Это у нас профильный сниженский отряд нефтяной промышленности, да, как отряд нафта. Он уже 20 числа отправился у нас в город Тусинск, республики Коми. А последний отряд, когда вольется в трудовое движение? Последний отряд, ну, тут очень сложно сказать, потому что у нас есть и поисковый отряд «Вихр» и военный, наши новшества военный отряд, который в летний сезон тоже будет заниматься поисками погибших в время боевых действий. Они у нас 18 числа, 18 июля поедут в экспедицию. Но также педагогический отряд «Опора», он работает в нескольких сменах в детских органах Ангельской области. И в августе у них есть смены, и в июле, поэтому сложно сказать, когда последний отправится. На моей памяти был строительный отряд, который работал за пределами России. Есть ли что-то подобное сейчас? Удается ли такие проекты осуществлять? Да, есть и сейчас такое. Доподлинно знаю, что студенческий отряд из России работает в этом году в Республике Беларусь. И даже пять раз студентов из России были направлены на строительство атомной электростанции в Китай. Да, есть у нас крупный такой работодатель, это госкорпорация Росатом, которая в такие вот места посылает студентов. Увы, в этом году ребята из Ахангельской области туда попасть не смогли. А функционал штаба в чем? Вы ищете работодателей, вы обговариваете все нюансы, может быть, договорных процессов? Тут нужно посмотреть все-таки, какой это больше штаб, то есть у нас всем, наверное, известно, что есть определенная структура. Это и центральный штаб, который курирует общую работу. И, в общем-то, он основных таких работодателей подыскивает. Ну вот штаб САФУ, он чем занимается? Штаб САФУ у нас занимается поиском людей, поиском студентов, мотивацией студентов. Также в межсезонье мы проводим активную культмассовую работу, методическую работу для того, чтобы ребята уже выехали подготовленными, веселыми, раззадоренными. Вы как-то взаимодействуете с руководителями ВУЗа? Да, с руководителями ВУЗа мы взаимодействуем и с нашими, и с бывшим ректором, и с настоящими исполняющими обязанностями. Отношения хорошие, они всячески способствуют, поддерживают студенческие отряды. И даже воспускают некоторые нормативные акты в поддержку, что нам помогает действовать. И порой даже только за счет этого и пробиваемся. Я знаю, что на открытии третьего семестра был сам губернатор, который тоже знаком с бойцовкой, если называется, не понаслышке. Да, губернатор у нас вообще в свои годы, в свою трудовую молодость, он был в студенческих отрядах, и на данный момент он очень сильно поддерживает студенческие отряды области и очень любит нас. Вот принято говорить, что студенческие отряды, стройотряды — это школа жизни. Все-таки чему там можно научиться, помимо, может быть, какой-то банальной профессии? Вот что вы вкладываете в понятие школа жизни? Ну, если мы возьмем линейных бойцов, да, студенческих отрядов, то это элементарно работа в команде, вот, это какая-то все-таки самостоятельность, то есть уже независимо от родителей, ведь ребята выезжают, то есть что-то и самостоятельные решения уже начинают принимать, вот, свою жизнь как-то в дальнейшем начинают планировать. Если говорить уже о руководящих должностях, даже командир комиссара линейного отряда, то это все-таки управление командой, вот, это ответственность, это нужно все-таки иметь и смелость определенную, вот, в дальнейшем это очень пригождается по жизни. Но вопрос заработка, он не на последнем месте стоит у студентов, да? Вот сколько можно заработать за трудовой семестр и сколько он длится, когда закончится работа у ребят? Трудовой семестр у нас такой немножко растянутый получается, вот, то есть нету четких границ, то есть в основном, конечно, можно сказать, что в конце августа, это числа 29-30-го, большинство ребят уже вернутся в Архангельск. Уже заработают деньги. Да, уже заработают, но есть у нас и те же отряды проводников, вот, они еще и до конца сентября вполне могут работать на поездах, рейсы выполнять. Если взять сводный студенческий отряд Ганвик, который у нас в Арктике работает, то это тоже середина, конец сентября, они только будут возвращаться. Но деньги-то хоть хорошие ребята заработают? Не знаю, как, да, то есть суммы-то тут хорошие, нехорошие, то есть ребят устраивает в большинстве случаев, то есть движение растет, все равно количество бойцов увеличивается, да, то есть можно говорить о том, что все-таки очень приличные заработы. А сколько сегодня бойцов в САФУ? В САФУ на данный момент мы насчитываем где-то порядка 300 бойцов. Это вот достаточно или вы хотели бы, может быть, расширить свой спектр своих проектов? Есть, конечно, некоторые замашки в плане увеличения количества бойцов, да, ну и всегда эти количественные показатели, он такой самый видимый, вот, но все-таки не нужно забывать о том, что качество отрядов, то есть нам нужно и обучать ребят, То есть не каждого можно взять с собой, что называется, в бой, в трудовой бой? Да, бывает, потому что и отсеиваются, и решение, ну, как бы не хватает смелости принять такое решение, да, все-таки на два месяца уехать куда-то, вот, также некоторые бывают и сами по себе немного такие расхлябанные, то есть в студенческих трядах есть серьезный такой закон, сухой закон, вот, то есть у нас на целине нельзя пить, ну, имею в виду алкогольные напитки, вот, и... Многие, как бы, не могут этому противостоять, поэтому приходится от таких ребят отказываться. То есть тут есть такой некий воспитательный момент, да, то есть помимо трудовой дисциплины, дисциплина моральная, что называется, да? Да, да, безусловно. Всего отряда сколько в этом году? Всего, если мы будем считать все отряды области нашей Ахангельской, то это 38 отрядов, если мы возьмем только отряды САФУ, то в этом году мы начитываем 15 отрядов, и это для нас уже очень большой такой прорыв. Сами работодатели, вы общаетесь с ними, что они говорят после того, как отряд уже отработал, то есть довольны ли они тем уровнем квалификации ребят, то и отдачи ребят? В большинстве случаев, да, работодатели очень довольны, мы с ними сейчас их приглашаем, в общем-то, на слеты студенческих отрядов, которые проходят как в Ахангельске, так и за пределами Ахангельской области, вот, где мы лично можем с ними пообщаться. И немаловажным показателем является то, что порядка 20-25% ребят привозят с целины благодарности различные от правоподателей, также там памятные подарки. Это тоже определенный знак уважения. Да, определенный знак уважения. У меня остался только один вопрос, почему третий семестр? Вот стартовал третий трудовой семестр, у многих, наверное, возникнет вопрос, а где предыдущие два? Да, это очень такой интересный вопрос, он меня сам мучил, когда впервые в студенческие отряды пришел, вот, но все очень даже просто. Первые два семестра идут учебные, это до Нового года, после Нового года учебные семестры, да, и третий летний семестр у нас трудовой. То есть получается, что ребята, они будут лишены летнего отдыха? Они готовы? Не думаю, что можно сказать, что они будут лишены отдыха, потому что отряд ведь это у нас не только работа, а это и культурная программа, то есть на то у нас и нужны комиссары отрядов, да, на то вообще есть такое движение, что мы не только работаем, мы умеем развлекаться очень хорошо. Вот моим бытным студентам как раз в строотрядух были даже специальные конкурсы творческие, вот сейчас живо это все? Да, да, живо. Под гитару-то поете хоть? Под гитару у костра очень любим, конечно, петь, вот, не всегда, правда, удается, потому что на некоторых объектах сейчас запрещено и костры разводить, да, то есть много закрытых таких объектов стало. Вот, но все это компенсируется уже потом в межсезонье как раз, проводится и в Ахангельской области у нас творческий, творческий фестиваль «Талисман», где мы танцуем, поем, показываем различные оригинальные номера, жанры, вот, и также потом на всероссийских конкурсах можно участвовать. Можно ли говорить о том, что вот работодатели присматриваются к вам в ходе ваших трудовых будней, и потом кто-то устраивается на работу по специальности, остается там, вот, на этих стройках, может быть, куда уже ездил студент? Да, такое тоже у нас есть, присутствует, вот, и в некоторых компаниях даже существуют специальные программы, то есть они отслеживают студентов, которые работают в студенческих отрядах, и потом определенные преимущества при трудоустройстве получают. Вот, некоторые ребята даже сразу получают напрямую от обладательного приглашения на работу. Какого года обучения, имею в виду, лучше приходить к вам после первого курса, или лучше, может быть, чуть-чуть закрепиться в университете, почувствовать порох сессии, и потом уже более спокойно, там, на третьем, на четвертом курсе к вам приходить? Вот, мониторите вы такой некий срез бойцов, которые к вам идут, потенциальных бойцов? Ну, на самом деле, возраст, как и курсов, которые у нас... Я понимаю, что все сугубо индивидуально, но тем не менее. Да, бойцы, то есть они со всех курсов у нас имеются, но мы очень даже рады, когда к нам приходят первокурсники, и мы боремся, можно сказать, за первокурсников, потому что даже если в межсезонье, да, у них там есть учеба, сессия, да, то в летний период им все равно... Чем раньше человек начнет реализовываться, да, тем он, в принципе, больших высот может добиться и по линии студенческих отрядов, и вообще в дальнейшем потом в жизни. И вот, то есть, один раз мы съездим или три раза мы съездим, разница очень большая. Ну что ж, мне остается только пожелать удачи всем, кто этим летом будет заниматься действительно хорошим и серьезным делом, и удачи в штабу. Спасибо. Спасибо большое. Все подробности трудового лета 2015 раскрыл командир штаба студенческих отрядов САФУ Виталий Хозяинов. Именно он был сегодня в центре внимания. На этом все. До встречи в эфире.